Сейчас молодость возвращают пластические хирурги, косметологи, эксперты фейсбилдинга. Но сегодня я хочу поговорить о баде, который рекомендует пить всем. Для профилактики и лечения, молодым и пожилым, женщинам в менопаузе, людям с различными заболеваниями и травмами, и даже спортсменам. Речь пойдет о коллагене, который добавляют в крема, сыворотки, шампуни и другие косметические средства. Расскажу о его свойствах максимально просто. Разберемся, так ли он необходим, зачем вообще его рекомендуют, есть ли побочные действия. Привет, YouTube! Это Светлана Никитчук, ваш нутрициолог, коуч и мотиватор. Многие из вас наверняка пропивали курс коллагена и не один раз. А знаете ли вы, что это за вещество? Узнавайте проверенные факты, подписывайтесь на мой канал и социальные сети, и вас точно не смогут ввести в заблуждение. Коллаген – это важнейший нитевидный белок, который состоит из нескольких аминокислот, более мелких структур белка. Всего известно 28 типов коллагена, и у каждого свой источник и место синтеза. То есть место, куда коллаген будет доставлен – кожа, хрящ, ногти, кости и другое. Если вы забьете в поисковик любого маркетплейса коллаген, платформа тут же предложит сотни вариантов. Со вкусом клубники, апельсина, арбуза, живой, нативный, спортивный, косметический, даже халяль. А также комплекс коллагена, усиленный витаминами и минералами. Такое, знаете, чувство стопроцентного результата, чтобы вам наверняка помогло и не обременять здоровыми порциями овощей и фруктов. Приняли такую капсулу и спокойны, что всем необходимым обеспечены. А если на баночке написать ARTRA, то есть для суставов, с большей вероятностью ее приобретут люди с проблемами данной патологии. А суставы и позвоночник беспокоят значительный процент людей, особенно с возрастом. Хотя в какую именно зону попадет коллаген, никто не может вам гарантировать, но компании обещают. В настоящий момент известно три источника коллагена – растительный, животный, морской. Различаются они по эффективности конечного продукта, то есть его биодоступности, насколько хорошо он усваивается. Растительный самый редкий и по сути не является коллагеном. Его производят для вегетарианцев из белка пшеницы. В открытых источниках говорится, что коллаген отсутствует в растениях, вирусах, бактериях, простейших и грибах. Но компании все равно предлагают растительный коллаген. Вопрос, что же тогда принимают люди, покупая такой БАД? Странно, не правда ли? Следующий – морской или рыбный. Его изготавливают из чешуи рыб. Он максимально близкий по составу к человеческому и поэтому менее аллергенный, чем животный. Лучше воспринимается и усваивается. Но есть и недостатки. Во-первых, стоимость на морской коллаген выше из-за инновационного производства. Во-вторых, условия хранения. Строго соблюдать температурный режим и стерильность. Третий вид – животный или говяжий. Получают его из сырых шкур, суставов и хрящей крупных рогатых животных. Стоимость такого коллагена самая приемлемая. А из недостатков – аллергические реакции, низкая питательная ценность. Коллаген выпускают в удобных формах – жидкой, в дозированных бутылочках или мерных флаконах. В виде порошка, который растворяют в воде. Удобно, если нужно поменять дозировку и можно добавлять в суп или кашу. Главное, чтобы они не были горячими. Капсул или таблеток. Эффективность, как пишут источники, ниже, чем предыдущие формы, но удобно принимать вне дома. Важно принимать капсулы за 40 минут до еды, чтобы коллаген успел усвоиться. Запомните этот факт, мы вернемся к нему позже. Отдельная форма коллагена – гидролизированная. Это когда получившийся коллаген переработан в более мелкие структуры. Такую форму еще называют белок в чистом виде. По заявлению производителя, такая форма быстрее и проще усваивается. Может выпускаться как в жидком, так и в порошкообразном виде, а также в капсулах и таблетках. Употребляя в пищу продукты, богатые белком, все виды мяса, морепродукты, кисломолочные продукты, наш организм сам расщепляет себе коллаген. Но мало съесть белковый продукт или принять БАД. Гораздо важнее, чтобы он усвоился. А для этого нужно участие в витаминов и минералов. Поэтому производители быстро подстроились и стали выпускать комплексы, где помимо коллагена содержится витамин С, кератин, гиалуроновая кислота. Дефицит витамина С, например, приведет к получению так называемого рыхлого аномального коллагена, что вызывает сангур. Запоминайте помощников усвоения коллагена. Лосось, цитрусовые, томаты, авокадо, морковь, брокколи, красный перец, малина, клубника, черная смородина, листья салата, орехи и бобовые. Обязательно добавляйте в пищевую тарелку эти продукты, особенно к белкам, чтобы коллаген синтезировался качественной. Наверняка, если вы еще не пили коллаген, вас посещали мысли, надо бы пропить курс. Еще бы, ведь продавцы коллагена обещают разглаживание морщин, гладкость кожи, антиэйдж-эффект, замедление старения, вернуть подвижность суставов, уменьшить болевые ощущения и даже восстановить хрящевую ткань, скорейшее заживление ран и ожогов, восстановление после травм и хирургических вмешательств, укрепить кости и снизить вероятность остеопороза, улучшить состояние волос и ногтей, стимуляцию синтеза собственного коллагена и гиалуроновой кислоты, что обеспечивает упругость и эластичность кожи. А также обещают, что при приеме курсами коллаген уменьшает тревогу, улучшает настроение, помогает контролировать вес и нормализует работу кишечника. Однако исследований, которые подтверждали бы эти свойства, пока нет. Посмотрите, какие разнообразные показания. Увидев такой перечень, вы наверняка найдете несколько беспокоящих вас или ваших близких недугов. И, конечно, сделайте заключение. Да мне просто необходимо это чудо. И вправду, коллаген – это незаменимый белок. Основной компонент соединительной ткани, сухожилий, костей, кожи, волос, ногтей, зубов, стенки сосудов – все они прочны и эластичны, в основном благодаря особому строению коллагена. Его молекулы образуют длинные, тонкие белковые волокна – фибрилы. Они скрепляют клетки, связывают в единое целое, дают возможность тканям выдерживать растяжение. А теперь давайте отстранимся от рекламных обещаний и посмотрим на коллаген с другой стороны. Нет, все, что говорят о нем – правда. Но давайте начнем с простого. Посмотрим, как он, а именно коллагеновые волокна, попадают в организм с приемом пищи без добавок. Из чего они формируются, какие строительные вещества им нужны и что с ними происходит дальше. Для этого нужно понять физиологию нашего пищеварения. Представьте его, как такой конвейер, через который постоянно проходит пища. Он разделен на сектора. В каждом происходит определенный этап, который подготавливает порцию белка к следующему. Все начинается с ротовой полости. Когда мы откусываем и жуем, пища продвигается дальше. И только в тонком кишечнике она расщеплена на аминокислоты, жирные кислоты, глюкозу и другие микроэлементы, которые всасываются в кровь. Рассмотрим кусок мяса. У меня это филе куриной грудки, доступнейший и максимально полезный белок. Я попробую показать, что произойдет с мясом на конвейере под названием пищеварительный тракт. Итак, мы кусаем и начинаем жевать. В ротовой полости кусок мяса механически обрабатывается. Зубы измельчают его на маленькие кусочки, чтобы мы могли проглотить и не повредить пищевод. Вырабатывается много слюны, а содержащийся в ней лизоцим обеззараживает. Амилаза уже здесь начинает расщеплять измельченное мясо и формировать его в пищевой комок. Наконец, мы глотаем. Раздробленное и немного расщепленное мясо проходит по пищеводу и попадает в желудок. Здесь продолжается его механическая обработка. Стенки желудка его перемешивают с желудочным соком. С помощью соляной кислоты и пепсина разрушают белок до аминокислот и пептидов. Далее, в тонком кишечнике пищевой комок перемешивается с желчью. Амилаза и протеаза расщепляют белки и углеводы на более мелкие структуры. Далее, они всасываются в кровь и доставляются вместо синтеза. Где-то из них будет формироваться гормон, где-то клетка или коллаген кожи, волос, ногтей, связок. Именно в тонком кишечнике всасываются питательные вещества, витамины и минералы. А в толстом вода, электролиты и формируются каловые массы. На этом пищевой конвейер заканчивается. Все эти трансформации белка научно доказаны и неоспоримы. И казалось бы, вот он, готовый коллаген в БАДах. Только принимай его в чистом виде, в нужной концентрации и будешь в 60, как в 25. Колени перестанут ныть, раны, переломы заживут за сутки. Но коллаген, как и абсолютно все, что попадает в рот, также будет проходить все этапы нашей пищеварительной системы. Помните, я просила вас запомнить, что принимать коллаген нужно за 40 минут до еды. Именно потому, что желудок, тонкий кишечник будет точно так же его обрабатывать, как и кусок мяса. Конечно, он минует механическое воздействие, потому, что обычно он растворяется в воде или выпивается в капсуле. Но он точно так же пройдет денатурацию, разрушение на пептиды и аминокислоты. Ровно так же, как и кусок вот этого куриного филе, яйца, творога или рыбы. Разительное отличие между белковым продуктом и БАДом еще и в том, что мы возьмем охлажденный кусок куриного филе, минимально его поджарим и тут же съедим. В то время, как в процессе приготовления сырье для БАДов постоянно теряет свойства коллагена. Даже будучи уже готовым БАДом требует особых условий хранения, чтобы не потерять своих свойств. Побочных эффектов у коллагена практически нет. Индивидуальная непереносимость, которая выражается аллергическими реакциями. При передозировке, особенно у спортсменов, наблюдается жесткость связок, что приводит к травматизму. Коллаген действительно белок, который приносит организму несомненную пользу. Компании, благодаря красивой подаче, убеждению, авторитету, имеют баснословную прибыль. Согласитесь, даже если нас ничего не беспокоит, нам всегда кажется, что волосы недостаточно блестящие, а кожа не такая гладкая, как хотелось бы. Мы ищем помощи в БАДах, а увидев безвредный состав и широкий спектр действий, решаем пропить. Хуже ведь все равно не будет. Достоверный факт, что с возрастом выработка коллагена снижается, и возможность повысить его количество так заманчива. Выпил таблетку и не заморачиваешься с питанием. С возрастом запасы коллагена истощаются. Фибрилы разрушаются быстрее, тогда как синтез коллагена по естественным причинам замедляется. Это ведет к первым признакам старения. Кожа истончается и теряет свою эластичность. Образуются морщины, кости становятся более хрупкими, а суставы менее подвижными. Заработать на желании выглядеть как можно дольше моложе можно было всегда. В то время, как на самом деле коллаген не имеет доказанной эффективности. Нет ни одного исследования, что коллаген в БАДах эффективнее, чем тот, который мы получаем с пищей. Выводы делать вам. Как и решать, пить коллаген или нет. Я лишь напоминаю вам, что мы состоим из того, что едим. Питайтесь просто и рационально. Ставьте лайк, если видео понравилось и было полезным. Пишите в комментариях, если что-то не поняли или возникли вопросы. С вами была Слава Никитчук. И помните, вы у себя одни. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.